Братья и сестры, я хочу вас всех приветствовать. Словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Я очень рад сегодня быть у вас. Я первый раз в этой церкви, в этом городе. Благодарение Господу. Спасибо брату Пётру, пастору, за то, что он пригласил. И мы вместе сегодня можем здесь быть, в этом богослужении. И мое сердце радуется тому, что мы не остались дома, но мы пришли сегодня в Дом Господний. Мы верим в то, что с нами сегодня есть живой Господь. Слава Ему и благодарение. Меня зовут Виктор, родился и живу на Украине. Служу пастором в одной церкви в Ровенской области. Имею благословенную семью, жену и пятеро детей, которые все заключили уже завет с Господом и являются членами церкви Иисуса Христа. И я за это благодарю Бога. Когда мы служим Богу, Бог слышит наши молитвы. Большое переживание у каждого отца, у каждой матери, чтобы дети были спасены. Не так ли? Мы много молимся о детях наших. И я хочу сказать, это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд, потому что дети все разные. У меня есть три сына, две дочери. И я даже уже знаю, выучил, кто более послушный. К кому можно один раз сказать. И он пошел и сделал. А кому можно сказать два раза три. Сейчас, сейчас, папа, сейчас. И в конце концов, я же понимаю, что сейчас только слова. Знаете, мы действительно все разные. И даже сегодня в церкви. Мы пришли сегодня с разных мест. Может кто-то из Украины, я не знаю вас. Кто-то из России. Есть из Украины, да? С Луцка. Слава Богу. То можно на украинском мове. Да. Вот. Я, Выбачаюсь, но по просьбе тому, что есть люди разные. Я учился в советское время, в радянское время. Учил русский язык, литературу. Я не жалею об этом. Закончил на четыре. И сейчас оно мне тоже пригодилось. Хорошо, когда ты понимаешь и можешь разговаривать. За это тоже слава, благодарение нашему Иисусу Христу. Мы сегодня предстоим перед Богом. И я очень рад, что мы не остаемся дома, а идем в Дом Божий. Знаете почему? И смотря в Писание, я нахожу многие места. И для меня это очень важное место, когда я читаю о Давиде, когда Давид говорит, я радуюсь Твоему Слову, как получивший великую прибыль. Кто приходит в Дом Божий, чтобы услышать Слово от Господа. Кто приходит стать перед Богом и воздать Ему славу. Это приятно для Господа видеть детей послушных. Видеть народ, его церковь, что они приходят в Дом Божий и благодарят Бога. И я понимаю, что Давид был царь. Он имел все. Ему не надо было думать о деньгах. Ему не надо было бы думать о богатстве. Не так ли, братья и сестры? Но он находил время приходить в Храм Божий. И он там радовался. Он там находил утешение. Когда мы приходим в Божий Дом, мы приходим встретиться с Иисусом. И Он здесь сегодня с нами. Слава за это! Благодарение Богу! Пели группа такие песни, такую хорошую песню. И там слова «Я хочу быть похож на Тебя, Иисус!» «Я хочу любить людей, как Ты полюбил нас!» «Я хочу прощать людей так, как Ты простил нас!» Это хорошие слова. Если мы эти слова поем от сердца. Я верю, что Бог сегодня, Он благословит нас. Потому что желание сердца, боящихся Его, Бог исполняет. И я знаю, что если у нас есть сегодня желание встретиться с Иисусом, Его Слово живо и действенно, Он говорит, что двое, где трое собраны во имя Мое, Я есть среди вас. Слава, благодарение Богу! Я живу на Украине, служу Господу там. И я сегодня много вижу чудес Божьих на Украине. И я скажу, каких? Несмотря на обстоятельства. Я думаю, вы знаете, что происходит на Украине. Я не хочу говорить о войне. Я не хочу говорить о политике. И это сегодня я хочу проповедовать Христа распятого, который любящего, прощающего и спасающего. Несмотря на обстоятельства, которые мы сегодня имеем на Украине, я вижу сегодня, как Бог спасает неспасенных людей. Бог прилагает неспасенных церквей. И сегодня лето, сегодня почти у каждой церкви водные. И я смотрю, там 30 человек заключает завет с Богом. И мое сердце радуется благодарным Богу. Там 50, там 20, там даже один. И я радуюсь. Почему? Потому что одна душа спаслась от греха. А Бог говорит, на небе будет великая радость. Ангелы радуются об одном грешнике, который покаялся. Слава, благодарение Богу. И у нас есть на Ровенщине, на Западной Украине, одна церковь в селе. Если вы когда-то приедете, я вас повезу туда. Вы увидите то, что я сейчас вам скажу. Я, когда приехали немцы, служителя из Германии, шесть братьев. И им все интересно. В Германии немножко по-другому. И в Финляндии еще по-другому. А в Украине тоже по-другому. И когда они приехали, жили в нас. Я возил их по служениях. И в нас служили в церкви, в других. Я говорю, братья, я вас сейчас завезу в сельскую церковь, где тысяча членов церкви. Они говорят, правда? Я говорю, поехали. Когда мы приехали в это село, это молитвенный дом, он был там, не было богослужения как раз в такое время. Я смотрю, бегают такие мальчики, два, возле церкви. Вы что здесь охраняете дом молитвы? Говорят, нет, мы здесь просто играемся. Я говорю, в какой класс ходишь? Говорят, пятый. Я говорю, а скажи, сколько у вас в классе верующих детей и сколько неверующих? Так подумал. Говорят, три неверующего, все верующие. Второго спрашивают, ты в какой класс ходишь? В четвертый. А у тебя один неверующий, а все верующие. Знаете, я так благодарен Богу. Я ходил в школу в советское время. Я был один верующий, все неверующие. И было очень тяжело, когда тебя обзывали, когда тебя оценки заниживали, когда тебя недолюбливали. Это ты чувствуешь, потому что если ты выучил на пять, все равно будет три. Я знал это. Потому что ты верующий. Тебе нельзя никуда поступать. Все было сделано так, что нету Бога. Это вымысел, это обман. Сейчас на Украине все изменилось. Сегодня многие люди говорят об Украине разные. Я много слышу, но я хочу сказать, Бог с Украины не выехал. Он с нами. Слава, благодарение Богу. Бог спасает неспасенных. Цель Иисуса Христа и его миссия – спасти грешников от их грехов. И оно это делает. Когда пришел пастор, он показал молитвенный дом. Он говорит, здесь у нас хор, где убирает лавочки, поднимаются люки. Там есть большой, огромный бассейн. Там два раза в год крещение зимой в бассейне в церкви, а летом на речке. Кто не имеет возможности летом принять, или больные люди, они могут в церкви принять в бассейне водное крещение. Я рассказал пастору Гуру. Мы уже пообщались с вашими мальчиками. И рассказал, он говорит, Виктор, здесь у меня сын выпускной, 11 класс, закончил среднее образование. И звонит мне директор школы. И говорит, Сергей Иванович, мы вот здесь на Петраде посоветовались, посмотрели всех учеников, и у нас будет выпускной вечер со школы. Мы присмотрели всех, практически все ваши. Но есть несколько детей, в которых ни мама, ни папа, ни верующие. Мы себе подумали, ну что мы можем на выпускном вечере, ну сценки поставить, ну дискотеку им сделать, ну что мы им сделаем, это им не интересно. Почему? Потому что, когда у нас праздники, Пасха, Тройца, такие большие, Рождество, три дня, и воскресенье понятно, но понедельник, второй день, вторник, третий день, они не идут в школу, не идут в церковь, придет один неверующий, учительница пришла, а где все, нету, иди домой. Знаете, он говорит, директор звонит и говорит, можете ли вы подготовить программу свою и пройти на выпускной вечер? Мы просто от себя вручим им дипломы, поблагодарим и дадим вам место, чтобы вы провели выпускной вечер, чтобы вы им дали напутствие, на жизнь, чтобы вы за них помолились, можете ли вы помочь нам? Говорит, я подумаю, знаете, вспоминая время, когда было гонение на верующих людей, где-то он отпечаток сейчас дает. Знаете, я говорю, пришел, собрал братьев, говорю, братья нас приглашают в школу провести выпускной вечер, ну что вы скажете, поддержите ли вы это или нет? И они подумали, пришли до согласия, когда нас зовут, мы должны идти и проповедовать. Это наши дети. Но там будут еще учителя, там будут педагоги, и, может быть, кто-то услышит еще какое-то слово, и это слово в их сердце сделать свою работу. Мы пошли провели этот вечер, помолились. И приятно на душе, когда ты видишь, что люди сейчас, они поменялись многие, вспоминая ихнего пастора, который уже в вечности, это было советское время. И он говорит, я молился, и Бог мне говорит, Давид, будет большое пробуждение, у вас не будет места собираться, стройте молитвенный дом. Я призвал людей в церкви, была церковь еще небольшая, и говорю, что Бог открыл, надо строить церковь. Знаете, всегда, когда ты хочешь что-то сделать доброе, я это вижу, находятся люди почему-то, которые против добра. Находятся люди, которые говорят, зачем строить? Так вот, пришествие скоро, все оставится. Зачем? Нам хватит места. Да, нам хватит места. Иногда нам не хватает места в сердце вместить брата или сестру. Знаете, говорит, я помолился и сказал, я не знаю, друзья, как вы, мне Бог это открывает в сердце, и я хочу строить. И если есть желающие подвязаться, давайте будем делать доброе дело, пока есть время. Говорит, помощи не было ни с Америки, ни с Европы, это советское время, мы своими силами и начали делать молитвенный дом. Я позвал людей и сказал, кто может десятину, кто может что-то принести? Посмотрите дома свои, пронесите мы, посмотрим, что мы можем собрать и закупим материал, будем делать. Я призвал людей, это было время перестройки, может кто-то помнит. Я это хорошо помню, у нас в городе возле банка Украины стояла очередь людей. Люди несли деньги в банк ложить, потому что сказали, кого деньги будут дома, пропадут. Если вы понесете в банк, положите на книжку, там они сохранятся. А знаете, у нас люди в селах держали быки, свиньи, продавали и все копили, собирали, ну вот детям будет, замуж будет, дочь выходить, сын жениться. Ну, я думаю, вы понимаете, все копили. И когда пришло время... Спасибо, братик. И когда пришло время, самое вот этого время, я это хорошо помню. И я призвал людей, давайте, принесем в Дом Божий деньги и сделаем Божий дом для Бога Господа, для спасения людей. Нашлись люди, которые говорят, не надо это делать, нам хватит места и так далее. Я говорю, Виктор, были люди, которые... Я не знаю все состояние или нет, но были люди, которые принесли деньги с дому, в пакетах. Я знаю семью, которая принесла... Я не говорю, не хочу говорить суммы, это не надо разглашать, как свидетельство тебе говорю, как служителю. За деньги одной семьи мы купили материал на стены, блоки. Это материал, которых могли свести с друб, понимаете, до молитвы. Прошло мало времени, деньги, кто занес в банк, пропали. Вы знаете, да? Слышали? Я помню, одна женщина у нас в городе пришла к зданию, где был банк Украины, говорит, а ее встретили охранники, там суд, уже сейчас районный суд. Говорит, я хочу получить свои деньги, пустите меня. Она говорит, какие деньги? Я стою, слушай, я приносила сюда, сдавала деньги, это был банк, и я хочу получить свои деньги. Мне говорит, бабуля, нету уже и банка, даже банка нету. Вы не туда попали, здесь уже здание суда. Объяснили ей, она заблакала и пошла назад. Понимала, что она осталась обманута. Знаете, он говорит, мы дом молитвы построили, и я вижу сейчас и людей, которые против были в церкви, и тех, которые деньги принесли, но я вижу у них разницу. Одни радуются в церкви, благодарят Бога, а другие тоскуют. Потому что, если ты отдал Богу, для тебя ожидает вечности награда, так говорит Библия. А люди были, которые просто думали, что правду говорят, занесем деньги в банк, они там сохранятся. И потом люди остались обмануты. И еще одно свидетельство. Говорит, было время, когда нам запрещали принимать водное крещение. Почему-то дьяволу сильно не нравились, когда мы выходили и торжественно проводили служение водного крещения. Крестили людей, и они запрещали. Приходилось даже ночью проводить водное крещение, чтобы они не знали. И в один год, я помню, мы собрались в одном водоеме принимать водное крещение. Они нам сказали, что кто-то вылил туда мазуту какую-то или масло, и вода вся всплыла, знаете, такой пленкой, непригодная была. Мы поняли, что враг, он питается помешать нам. Мы помолились и приняли решение ехать на речку Горынь проводить водные. Когда мы только приехали туда, и перед началом служения, я смотрю, едут милицейские машины, четыре бобыка таких приезжают. И так становятся недалеко. Выходит милиция. Я понимал, что они приехали к нам. Они могут не разрешить оштрафовать. Я все понимал, потому что неоднократно был оштрафован, предупрежден. Я просто помолился, Господи, защити нас. Ты все можешь сделать. Я так смотрел на них, но сердце меня трепетало внутри. Я переживал за себя, за народ Божий, за церковь, за людей, которые будут водные принимать. И Бог вступился чудным образом. Говорит, я вижу одного в форме милицейского. Он вышел, построил всех своих полицейских, взял какую-то палку, нарисовал такую линию, что-то им объясняет. Я не слышу, они стоят на расстоянии, может, сто метров ближе не подходили. Я помолился, говорю, Господи, что нам делать? Бог говорит, я с вами, я вас защищу. Слава Иисусу! Мы, говорит, проводили богослужения, крестили людей, и я все посматривал на них. И они не перешли ни один шаг в сторону нашу. Они стояли до последней молитвы. Когда все служение закончилось, они сели в машины и уехали. Прошло немного времени, приходит в церковь один человек, говорит, можно я вас засвидетельствую? Можно. Когда он встал за кафедру и говорит, если кто-то помнит такой момент, это было в вашем селе, в вашей церкви, когда вы проводили водное крещение, я, бывший милиционер, я возглавлял группу, я был старше в группе, посланный для того, чтобы вам не разрешить проводить служение. И когда я приехал, и мы вылезли, в нас было поставлено задание не разрешить им зайти в воду, все сделать, чтобы они не приняли водное крещение. И когда я вышел, и вышли все мои подчиненные, я увидел на небе написаны были большими буквами слова. Я удивился, думаю, как они могли вылезти так высоко и написать. Я был удивлен. На меня пришел страх. И когда я начал читать эти слова, написано, не делай никакого зла этому народу, ибо я взащусь с тебя из твоего дома. Когда я это увидел, и думаю, о, ничего себе, они еще мне угрожают. Знаете, как человек, он читает, не понимает. Говорит, они еще мне угрожают. И меня такой, я стоящего рядом спросил, ты что-то видишь, смотри, что они сделали. Говорит, где? Ну, на небе посмотри, что написано. Я ничего не вижу. Я второго спрашиваю, ты видишь, что там написано? Ничего не вижу. Я понял, что это вижу только я. Я понял, что это не они написали. Я понял, что это предупредил меня Бог. Я не верил Бога. И поэтому у меня были миссии разные. Я хотел уехать сразу. Но я не мог этого сделать. Я был на службе. И я принял такое решение. Нарисовал такую черту. И сказал своим подчиненным, если эти люди сегодня не будут драться между собой, не будут нарушать дисциплину, «Никто без моего разрешения через эту линию не должен переступить». Ждите моей команды. Я просто стоял. У меня была большая борьба. Я хотел побежать там, встать на колени на берегу этой реки и сказать «Господь, прости меня». Но стыд, страх. Я на работе. Меня уволят, в тюрьму могут посадить. Я это не смог. Когда я приехал, мне вызвали вышестоящие и говорили, «Ты почему не исполнил приказ руководства?» Я не мог им объяснить, что мне Бог не разрешил это сделать. И я уже был готов покаяться. Мое сердце трепетало. Меня понизили в звании. И через некоторое время я уволился с милиции. Я принял Иисуса. Я принял водное крещение. Покаялась семья. Он было время, был служителем одной церкви. И когда он приехал в Костополь, наш город, стал свидетельствовать о милости Божьей, мой дух ликовал. Мое сердце радовалось том, что Бог спасает сегодня неспасенных людей. Слава, благодарение нашему Господу. Я перехожу к Слову Божьему, братья и сестры. Хочу читать два места Божьего Слова, которые Бог положил мне на сердце сегодня в вашем служении. Одно место снова у Завета. Читаю 3 глава Евангелия Иоанна. Очень знакомое место. Надеюсь, что вы его знаете. Написано с 14 стих, 3 глава Иоанна 14 стих. Такие слова. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже усужден, потому что не уверовал имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы обличились дела Его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны». Я читаю еще одно место Старого Завета, которое для нас служит сегодня как история израильского народа, чтобы мы, читая эти места, для себя брали как в приклад и не поступали так, как поступали люди, народ израильский. Книга Чис, я читаю двадцать первая стих, двадцать первая глава из пятого стиха. Можете висеть, да? Спасибо. Двадцать первая глава, книга Чис, Старый Завет. Пятый стих, такие слова. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила негодная пища. И послал Господь на народ ядовытых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилев. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе до этого места. Кто читает Библию, тот хорошо знает историю. Я хочу возвратиться к первому месту, которое я читал. «И так как Моисей вознес змеи у пустыни, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы читаем это место, мы понимаем, что что-то происходило во времена Моисея. Мы понимаем, что это место дублируется в Новом Завете. Мы понимаем, что это есть важность у нашей жизни и в нашем служении. И самая большая важность – это то, что Бог послал Своего Сына Иисуса, чтобы спасти людей от грехов их. И мы это знаем. И я бы хотел сегодня обратиться ко всем слушающим. Мы сегодня понимаем и знаем, что Сын Божий пришел, чтобы спасти людей от грехов. И сегодня стоит главный вопрос для нас – спасен ли ты, мой дорогой брат и сестра? Тот, что Иисус пришел на землю спасти – это правда. Он спасал и продолжает спасать. Но спасен ли ты сегодня от своих грехов? И есть люди, которые их спасли в жизни от земной смерти, и они в памяти своей помнят эти моменты. И они благодарят этим людям, потому что они вовремя их спасли, протянули к им руку, и они не погибли. Но понимая то, что Иисус пришел на землю и спас людей от грехов – это великая сегодня милость нашего Господа. Евангелие говорит, благодатью мы спасены через веру Иисуса, чтобы никто из вас не хвалился. Бог любит всех одинаковой любовью. Слава за это, Господь! Ибо так Бог полюбил мир, что отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Велика любовь нашего Бога к человечеству. И я бы хотел, чтобы мы сегодня задали себе важный вопрос у жизни – спасен ли я сегодня от грехов? Библия говорит, придет время, когда Иисус возвратится для того, чтобы забрать свою Церковь к себе спасенных людей. В Откровении Иоанна написано, спасенные народы будут ходить во свете Его лица и благодарить Спасителя своего. И если мы хотим сегодня быть в Божьем Царстве, если мы хотим не страдать в вечности, мы должны сегодня на земле принять правильные решения. Сегодня Бог не навязывает свою веру каждому из нас. Он дает выбор каждому человеку. И так как когда-то Бог говорил к Израильскому, я предложил вам сегодня благословение и проклятие жизни и смерти, но хочу, чтобы вы выбрали жизнь, чтобы жили вы и жили ваши дети. Но многие люди сегодня, они выбирают себе и делают неправильный выбор. Люди хотят сегодня иметь красивую жизнь на земле. Люди хотят сегодня жить для себя, не для Бога, но и не против быть в вечности с Господом. Мы сегодня должны понимать, что в небо войдут только спасенные от грехов. Чистые люди, которые не запятнаны. Действительно, сегодня мир лежит во зле и беззакониях. Так говорит Писание, братья мои и сестры, по причине умножения беззакония написано, во многих охладеет любовь. Она уже охладела во многих. Многие люди сегодня, они потерялись, они сегодня пришли в разочарование, ища Господа. Они могут ходить с одной церкви в другую, они могут переходить, они могут ставить свои стандарты, понятия. Но мы должны понимать, что стандарты Божьей любви одинаковы для всех людей. У него нет любимчиков, слава, благодарение Господу. Он любит всех людей и желает спасти. Написано, Бог не желает смерти грешника, но желает, чтобы всякий грешник был спасен, пришел и покаялся. Возлюбленные мои братья и сестры, читая этот стих, где пишется о змее, который Моисей вознес в пустыне, и я перехожу в Старый Завет и читал место у числа, написано это в 21 главе 5 стих. Здесь описывается история израильского народа. Если не читать Старый Завет, можно не понять, о чем написано в Евангелии Иоанна, не так ли? О каком змее, о каком Моисее. Но если мы перейдем в историю, история, она о многом говорит. И если мы помним историю людей, первых людей, которые жили на земле, которые не веровали в Бога, грешили, делали всякие преступления и было положено время, до определенного времени Бог терпел. Милость Божья, она продолжалась, и Бог ожидал на покаяние людей. Смотря с неба на землю, Он видел, что люди продолжают, продолжают грешить. Они не могут остановиться. Знаете почему? Когда человек делает один грех и не осознает себя грешником, и оправдывает грех, он обязательно будет продолжать это делать. Потому что у всякий человек, который грешит, он принадлежит смерти. Дьявол разрушает все хорошее в человеке. И знаете, Бог смотрел с неба и увидел праведника Ноя, заключает с ним завет. Мы знаем историю. И объявляет ему важное слово, что пройдет время, и злодеяние людей придет к пику определенному времени, и я истреблю всех живущих на земле. Но я хочу, чтобы ты построил ковчег для себя и своего дома. Ной поверил Слову. Он не думал, может быть, что-то не так. Он начал это делать, потому что он поверил, что это сказал Бог. Как важно поверить в Слово Божье. Библия говорит, я бодрствую, Бог говорит, над Своим Словом, чтобы оно исполнилось точности и в свое время. Он строил ковчег, написано, да? И я веру, это написано сжато, что когда он строил ковчег, и я думаю, что люди приходили, может быть, спрашивали в Ноя, что ты строишь? Когда мы строим дом, я думаю, люди могут спрашивать, что здесь будет. И праведный Ноя, думаю, он говорил правду. Он говорил людям о покаянии, он говорил, что Бог сказал это сделать. Пройдет время, и Бог грешников уничтожит. Кто-то слушал с критикой, кто-то смотрел, может быть, и думал, как это будет. Но пришло время, и написано, закончил Бог через Ноя свое дело. Ноя построил ковчег, пригласил Бог его в ковчег и все его семейство. Кто читал это Библию? Какая великая милость Божья! Я читаю, да? Какая великая милость и любовь Божья к человечеству! Не закрыл Бог сразу Ноя в ковчег, в который вошел Ной день, два. Кто знает, через сколько дней закрылись двери в ковчеге. Ноя уже был спасен! Он был в ковчеге! Если вы не помните, я скажу. Милость Господа была еще семь дней. На земле не было дождя, светило солнце. Люди смотрели, что не было, может быть, хмар. Откуда возьмется? Может быть, подходили к Ною и разрушали веру и говорили, Ной, кому ты поверил? Нету дождя! Выходи к нам! Нету дождя, не браться! Но Ной не слушал людей. Он слушал Бога. Потому что важность была послушаться и поверить. И когда мы читаем семь дней. Милость Божья и любовь к человечеству. И я смотрю историю. Ни один человек, проходящий рядом, не задумался и не покаялся и не спасся. Я думаю, когда закрылись двери, может быть, кто-то прибегал, я не знаю, стучал и говорил, Ной, мы верим. Мы покаялись. Открой двери. Пусти нас. Мы все верим твоему слову. Но Ной не мог это сделать, потому что закрылись двери ковчега Богу. И Бог говорит, если я закрою, никто не откроет. И если я открою, никто не закроет. Слава Богу! И я сегодня смотрю, братья мои и сестры, двери Божьего ковчега церкви Иисуса на земле открыты еще. За что? Слава нашему Богу! Есть время войти в ковчег Божий. Есть время присоединиться к церкви Иисуса. Почему я это говорю? Потому что придет время, что грешные люди, которые не веруют в Иисуса, которые не приняли Иисуса как своего личного Спасителя, и не пришли в церковь, не покаялись, они не спасутся. Как было в Одни Ноя написано, так будет пришествие Сына Человеческого. Читая место Божьего Слова, которое я читал о змее, написано, Бог дал им вождя Моисея и сказал, слушайтесь, он вас выведет и приведет в обитованную землю. Они видели великие чудеса, славили Бога, как Бог поражал этих их врагов, не допустил. Бог вел своей рукою, дал им человека Божьего, самого кратчайшего человека. И когда я читал, народ, место благодарности Богу за свободу, которую Бог дал с рабства, за Моисея, которого дал им вождя, потому что, значит, если ты не знаешь, куда идти, ты потеряешься, ты заблудишься, они стали роптать, негодовать. И если вы были внимательны, написано, и говорил народ против Бога и против Моисея. Роптали, негодовали, говорили, зачем вывели нас из рабства. Нам опротивила эта негодная пища. И продолжали, и продолжали роптать. Не было благодарности, они были недовольны. Недовольны были Моисеем, недовольны были Богом. И это все продолжалось до определенного времени. И Бог снова смотрит на народ и применяет свои методы для смирения гордо стоящего человека. Я хочу сегодня сказать, друзья мои дорогие, у Бога есть тысячу методов, как смирить гордо ходящего человека. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И если ты хочешь получить спасение, если ты хочешь получить здоровье, если ты хочешь быть благословен Богом, ты должен ходить смиренно перед Богом. Ты должен послушаться и поверить Слову Богу. И когда люди, они продолжали грешить, грешить языком. Знаете, сколько сегодня люди грешат своими устами? Библия говорит, жизнь и смерть у власти языка. И если человек задумается то, что иногда из уст наших может выйти Слово, которое приговор себе подписываем в смерти. И если это не разрушить, и если это не покаяться, придет время, и Бог, Он будет применять свои методы. Знаете, смотря на людей из альского народа, люди поняли тогда, когда видели в домах своих смерть детей, когда люди видели, умирали люди. Мы знаем, в пустыне люди не болели. Написано, одежда не старела, обувь не стиралась, Бог давал пищу, одежду, Бог заботился об народе, а они недовольны. Скажите, у нас есть за что благодарить сегодня Бога? Если в Финляндии нет войны, уже надо благодарить Бога. Если мы имеем пищу, одежду, мы уже должны благодарить Бога, так говорит Писание сегодня. И никогда не роптать, никогда не говорить, никогда не поносить служителя, никогда не говорить ничего на церковь. Потому что Он, это Его церковь, Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Если ты хочешь спасен быть Иисусом, ты должен послушать Господа, ты должен поверить в Иисуса. И знаете, написано, один из методов, который применил Бог к этим людям, послал им ядовытых змеев. Я думаю, есть люди, я видел, которые увидят маленькую змею, а они будут бежать дальше, чем они видят. Страх проходит. Почему? Потому что люди, когда куст змеи ядовытой, человек может умереть. Я знаю, у нас люди по ягоды ходили и жалили змеи, люди умирали. Бог послал на людей ядовытых змеев. И написано, если вы были внимательны, и жалили змеи людей. И умерло множество народа, не один человек, и не два, из народа израильского. Когда люди увидели смерть своими глазами и ничего не могли сделать, тогда люди понимали. И они написано, и пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили мы против Бога и против тебя, Моисей. Пожалуйста, помолись Богу, что Бог удалил этих змеев. И мне очень нравится сердце Моисея, любящий народ. И написано, и молился Моисей за народ. И Бог говорит ему, послушай, сделай медного змея, и поставь высоко, чтобы люди видели, и объяви всему собранию, всему народу, кого будут жалить змеи с этого момента, смотрите на этого змея, и вы не умрете. Я когда читаю историю, я думаю, Господи, разве ты не мог одним словом сказать, и умерли без змей? Как вы думаете? Бог мог бы это сделать, но Бог смотрит на народ, как они покаялись. И важно было в тот момент поверить Богу и послушаться Моисея. И проверяя послушание Моисею, Бог говорит, сделай змея, поставь, как знамение. И когда я читаю, разве этот змей мог защитить от смерти? Я думаю, вера в Бога, послушание Моисею. И те люди, которые смотрели укушенный змеем на этого змея, как знамя, оставались живы. Слава Богу! Там надо была вера, там надо было послушание. И тогда Бог являл свои чудеса. Друзья мои дорогие, мы можем помолиться, братья. Я бы хотел, чтобы мы помолились сейчас, чтобы Бог дал нам сегодня силу для победы над грехом. И это может дать Иисус, когда мы принимаем Его у свое сердце. Знаете, это очень важно, мои дорогие друзья. Смотря сегодня на жизнь людей, и верующих, и неверующих, мы можем видеть, сколько сегодня людей ужалены змеем, дьяволом. Каждый раз, когда я смотрю на людей, которые не могут освободиться от греха, это змеи, они кусают сегодня людей. Кусают детей, кусают молодежь, кусают сегодня верующих людей. И если человек понимает, что грех приведет к смерти, нам надо спасаться от греха. И есть единственный метод сегодня получить спасение и не умереть от укусов змеев, от греха не умереть. Это с верой посмотреть на Голгофу, на Иисуса Христа, который умирал за грехи человечества. Если человек грешен, если змеи эти кусают, если ты понимаешь, что ты умрешь от греха и не получишь спасения, ты можешь с верой прийти и сказать, Господи, прости меня, я была не такая, я был где-то не такого. Может, я своими устами, как эти народ, говорил что-то на Бога, говорил на служителя, говорил на церковь, говорил на твоих детей, был в негодовании или в ропоте, то ты можешь сегодня прийти к Иисусу и сказать, Господь, прости меня, пожалуйста. И я веру, что любовь Господа человечеству, она сегодня велика. Он любит каждого из нас. Слава за это Господу! Я хотел бы, чтобы мы, если можно, помолились сегодня, чтобы Бог укрепил нашу веру. И я бы хотел помолиться вместе с вами. Может, есть люди, я вас не знаю, я первый раз у вас. Бог ложит мне на сердце. Если есть люди, которые сегодня вы чувствуете, что вы где-то неправы, нарушили волю Божью, и вы понимаете, что без Бога вы не получите спасения, только Иисус может вас простить, помиловать и дать вам радость и мир. Если вы желаете, поднимите руку, мы за вас просто помолимся в этой молитве. Если есть такие люди, пожалуйста. Кто нуждается, чтобы мы за вас помолились? Мы видим вашу руку. Видим вашу руку. Видим вашу руку. Видим вашу руку. Не стесняйтесь. Знаете, иногда люди боятся людей. Людей бояться не надо. Мы все одинаковы перед Богом. Но если мы постыдимся перед людей и не видим к Иисусу, и не покаемся, Иисус постыдится таких людей перед Отцем. Мы в этой молитве помолимся за таких людей. Мы попросим, чтобы Бог помиловал, простил, где были не таковы. Мы знаем, что Бог есть милостив, и Бог любит каждого человека. Давайте мы в молитве помолимся за церковь и за всех людей, кто поднял руку. Мы за вас помолимся. Господи Боже наш! Субтитры подогнал «Симон»